Украина призывает мир срочно расследовать поставки ударных беспилотников из Ирана в Россию. Об этом на заседании Совета безопасности ООН, которое состоялось в Нью-Йорке, заявила заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гаявишин. По ее словам, все государства должны рассмотреть любые возможные шаги в целях прекращения поставок из Ирана дронов, камикадзе, ракет или другого вооружения, которое может быть использовано в российской агрессии против Украины. Дипломат напомнила, что Киев обратился в Совбез ООН с просьбой провести независимое расследование еще в середине октября. Украина, в частности, проинформировала ООН, что Россия использует иранские беспилотники дальнего радиуса действия для атак на мирных жителей и объекты критической инфраструктуры. Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине почти 4,5 тысячи ракет и около 400 иранских дронов, совершила более 8 тысяч авианалетов. Богдан Ферренс, кандидат политических наук, эксперт-международник, с нами на связи. Здравствуйте. 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 Альянс между Россией и Ираном. Вот это временное явление или он пускает длинные корни? Здесь ведь речь идет не только об Украине. Путину сейчас крайне нужны иранские дроны и ракеты. Но чего хочет в этой сложной геополитической игре Иран? Каковы его цели? Он же помогает России-то не просто так. Чего они хотят добиться? Иран хочет признания. То есть он показывает тем самым, что он может претендовать на влияние и на смену расстановки сил. Потому что до этого все считали, что Иран это такая страна, на которую накладывали санкции уже много лет. И в принципе у них никаких вооружений особо развитых также нет. Но это такое было общее восприятие. Те, кто ориентируются, понимают, что это за регионы и страна, понимали, что у них есть высокотехнологическое оружие также. Хотя сложно эти дроны и камикадзе назвать высокотехнологическим оружием, но достаточно, к сожалению, эффективно. Поэтому в первую очередь Иран подыгрывает России из-за того, что есть амбиции противостоять Западу и изменять расстановку сил в глобальном контексте. Это первое. Второе. Это действительно сложные иногда и разные периоды взаимоотношений между Россией и Ираном, даже исторически. То есть у них, я бы не сказал, что это там побратимы страны, но в то же время их сейчас объединяет вот эта борьба с коллективным Западом. И система управления государством, потому что, в принципе, Иран — это автократия уже много лет. И мы понимаем, просто фактор религиозный намного сильнее играет роль на внутренние процессы, нежели в России. Хотя сейчас с их церковными всеми паттернами, это тоже туда катится все в Средневековье. Ну и третье, как по мне, это заработать также. То есть они понимают, что Россия, в принципе, сейчас в том положении и состоянии, в котором нет особо союзников внешних. И использовать этот момент пытаются в технологических проектах, по энергетическим вопросам у них сотрудничество, ну и по атомке. Россия там давно уже отстаивает возможность участвовать в атомных проектах, которые касаются сооружения атомных электростанций. И, в принципе, сейчас, я думаю, они интенсифицировали эту всю деятельность. Вот это три, в принципе, фактора, три причины, по которой Иран сейчас выбрал себе позицию. Потому что изначально, когда война началась, полномасштабное вторжение, мне казалось, что Иран будет смотреть, выжидать. И это, в принципе, так и было. А потом они определились и сейчас действительно поддерживают Россию, хотя это не признают официально. Ну вот, кстати, Иран помогает агрессору не только дронами, да, уже поставляет и каски, и бронежилеты. То есть мы видим, что список помощи расширяется. Да, тут нужно понимать, что Россия интенсифицировала все свои связи и разные уровни для того, чтобы Иран помогал. Это первое. Второе, что, как бы, Иран тоже, он пытается, вот на фоне России, в принципе, усилить свое присутствие в регионе. Они недавно проводили очень серьезные учения возле границ Азербайджана непосредственно. И, кстати, чтобы понимать, Азербайджан очень остерегается вот такой военной активности Ирана также в регионе. И ситуация, которая там с Нагорным Карабахом. То есть регион очень сложный и взрывоопасный. Поэтому Иран пытается за счет, ну, как бы, и сотрудничества с Россией укрепиться и, возможно, да, усилить свое и внутреннее состояние. Учитывая те протесты, которые происходят, они, как бы, копируют также модель поведения, которая сейчас в России у силовиков. Они полностью, да, облаву такую делают на протестующих, пытают их, как бы, полиция о нравах, секретные службы. Они маховик свой включили максимально. Это означает, что, да, страна дальше скатывается, в принципе, к диктатуре, авторитаризму. И никаких, как бы, вопросов по поводу каких-то демократических процессов пока быть не может. Ну, вот мы говорили, да, об этих беспорядках. Вот в Иране продолжаются протесты. Напомню, начались они после смерти девушки, которую задержала полиция нравов. И военным власти тогда отдали приказ достаточно жестко подавлять протесты, как они назвали, вот, нарушителей спокойствия. Сообщают, что погибло. Вот, но вчера, по-моему, цифра была 234 человека, из них 29 несовершеннолетних. Вот, а позавчера у Мавзолея в городе Широк застрелили 15 человек и ранили 40. Вот, что происходит в Иране? И во что это может вылиться, в конце концов, как вы считаете? Или задушат протест? Богдан, вы слышите меня? Будем пытаться восстановить связь. Вот, как раз мы видим эти протесты, которые происходят в Иране. Он смотрит вниз. Богдан, слышите нас? Да, просто, видимо, не было связи между нами. Я спрашивал, да, я приводил цифры и говорил о том, что там продолжаются протесты. И погибло уже 234 человека, 29 несовершеннолетних. И у Мавзолея в городе Широк застрелили 15 человек и ранили 40. Вот эти протесты, которые происходят в Иране, они могут вылиться во что-то большее? Или все-таки этот протест задушат? Как вы считаете? Вы знаете, я считаю, что, да, предреволюционное состояние, оно существует в Иране. Но сможет ли действительно вот эта протестная масса сменить не только, например, власть, а сменить систему управления? Вот здесь, наверное, намного сложнее. Я объясню почему. Потому что для протестного движения, для смены политических элит и системы необходимы носители. У Ирана в политической системе, религиозно-политической, нет оппозиционных сил и представительства. И в этом вся проблема. То есть протестующие, они раздробленные, у них нет структуры, нет систематизации и должного финансирования. Иран – это такая многонациональная, очень сложная страна. Там очень много этнических групп представлено. А две силы, которые политически могли бы включиться, они сейчас в Игзиле, они не в Иране. То есть это монархисты, те, которые приверженцы той модели, которая была до революции, приверженцы монархии. И братья-маджахеды, то есть это такие более радикальные представители, они тоже сейчас в Албании, например, находятся. Поэтому вот в этом контексте это очень такой серьезный вызов перед протестным движением. Но те негодования, которые существуют в Иране, они должны как-то куда-то вылиться во что-то. И, по моему мнению, предпосылки такие возможные. Но власть, опять же, она уже реагирует очень жестко. В Иране это умеют делать, они действительно имеют очень серьезные структуры подавления всех протестных движений. Потому что, в принципе, протестные движения – это не ново для Ирана. Опять же, для такой сложной многоэтнической страны. Поэтому есть шанс, что изменение политического характера может произойти. Но шанс для того, чтобы перестроить полностью систему управления, чтобы сменить Аяталу, который с 1989 года, как бы верховный, грубо говоря, главнокомандующий в стране, это очень непросто, очень сложно. И третий фактор – внешние силы, которые заинтересованы в смене власти. Они есть, да, много, причем Израиль в первую очередь. Но нет четкой выраженности также и поддержки кого-то конкретного внутри страны, кто бы мог аккумулировать весь этот протестное настроение и действительно кардинально изменить политическую систему в стране. Сложно, но предпосылки существуют. Вчера у нас в эфире был израильский журналист Сергей Ауслендер. Он считает, что после того, как президент Израиля предоставил США неоспоримые доказательства применения для атак по Украине именно иранских дронов, Западу предоставлен формальный повод для введения новых санкций, в том числе против Ирана. Ну и также против тех, кто поставляет комплектующие для ударных дронов. Как скоро нам ожидать таких санкций и будут ли они по-настоящему действенными? Нужно сделать, как минимум провести аудит тех санкций, которые уже были реализованы в отношении Ирана и понять, а где, собственно, не сработало. Где обошли санкции, где по черным-серым схемам все-таки поставляли комплектующие, микросхемы, например. Вот в этом нужно провести серьезную работу изначально, а потом уже действительно думать, как инструментарно воспрепятствовать усилению, технологическому усилению автократии, таких как действительно Иран и Россия непосредственно. Потому что они влияют не только на войну и на Украину, но они влияют и в глобальном контексте. Потому что показывают, что в принципе автократии могут себе позволить иногда и производить достаточно высокотехнологическое оружие. Тем временем Иран, знаете, как говорится, на голубом глазу заявляет, что дроны не их. И даже предлагает ЕС и Украине совместное расследование поставок этого оружия. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана. Это какая-то насмешка над международным сообществом? Богдан, слышите нас? Восстанавливаем связь. Богдан, напоминаю, что вопрос был о том, что... Да, говорят, да, вот в Иране говорят, что дроны не наши и предлагает Украине и ЕС даже провести совместное расследование. Я хотела узнать, это какая-то насмешка, что это? Богдан, пытаемся восстановить связь. Да, вот мы сейчас видим эти сбитые иранские дроны. И, кстати, восстанавливается связь. И, кстати, очень будет мне задать интересный вопрос еще по Китаю. Вот что сейчас происходит там и не будет ли создана ось Китай, Россия и Иран? Да, последнее заявление китайского МИДа, ты видишь. Да, о том, что они будут поддерживать Россию под руководством президента Путина и планируют усилить сотрудничество между странами. Вот как будет работать этот альянс и будет ли он работать, и чего нам ждать от этого всего. Ну а по расследованию... Знаешь, интересно, почему это заявление прозвучало вот именно сейчас, да, в Китае? Ну, то есть, они ждали окончания съезда, видимо. Ждали переизбрания. Переизбрания, да, да. Потому что многие могли быть против. И поэтому дождались окончания съезда, и вот сделали такое заявление. Пытаемся восстановить связь с экспертом. Снова на связи Богдан. Слышите нас? Окей, да. Вот если можно, следующий вопрос вам задам. Вот на этом симфоне, вот события вокруг Ирана, интересна позиция Китая. Об этом мы сейчас говорили в студии с Ириной. Вот по информации пресс-службы МИД страны, они будут поддерживать Россию под руководством президента Путина и планируют усилить сотрудничество между странами. Чего можно ожидать после переизбрания Си Цзиньпиня на третий срок, в том числе и в его отношениях с Россией, как вы считаете? Я считаю, что усиление власти непосредственно Си Цзиньпина, да, то есть это первое. Это нужно понимать, что в Китае культ личности, он в принципе усиливается. Это очень важно понимать. Второе, да, это будет сотрудничество с Россией, такое аккуратное сотрудничество, в котором, в принципе, Китай больше будет получать разных плюшек. Но в то же время у них, опять же, как и с Ираном частично, у них есть общий оппонент, это коллективный Запад, это либерализм и либеральные ценности. Поэтому нужно ожидать, что, в принципе, я не скажу, что это союз будет, потому что, ну, Китай достаточно аккуратно относится. Он видит, как Россия ослабевает уже очень серьезно. И, в принципе, не совсем хочется быть, да, в коалиции с слабым геополитическим партнером. Но если посмотреть, проанализировать, да, речь Си Цзиньпина и непосредственно позиционные разные моменты, они будут усиливать с помощью и мягкой силы, и экономической экспансии свои интересы в разных частях мира, с разной географией. И этого нужно также побаиваться и ожидать, что, опять же, такая китайская автократия, достаточно мощная и сильная, также будет заинтересована в пересмотре тех правил игры, которые существуют в глобальном мире. А вот возможно ли, Ось, Россия, Иран, Китай в противостоянии Западу? Или Китай все равно будет, вот как вы уже сказали, наверное, вести себя более осторожно, вести более осторожную политику, даже помогая России? Это китайский подход, вести более осторожную политику и не связывать себя прям очень сильно с теми, особенно, кто показывает свою недалеко, не стратегический подход. Поэтому Китай будет, в первую очередь, играть в свою игру, а вот если Россия в этой игре для них будет полезной, а мы видим, что, в принципе, да, они будут использовать эту возможность. В Американском институте изучения войны полагают, что в России пытаются связать войну уже не так, знаете, с политическими концепциями, как с религиозными. Вот Алексей Павлов, помощник секретаря Совбеза, заявил, что целью войны должна быть, цитирую, полная десатанизация. Вот Кадыров заявил также, что война эта является джихадом против, цитирую, украинского сатанизма, конец цитаты. Причем этот же Павлов говорит о фанатиках, которые стремятся отказаться от ценностей, которые исповедует русская православная церковь, ислам и иудаизм. Ну вот как у классиков, все смешалось, кони, люди. Как это можно прокомментировать, если даже министр иностранных дел страны-агрессора делал антисемитские заявления? Знаете, вот этот вопрос, как это можно прокомментировать вас, особенно в эфире, когда смотрят много зрителей, это сложный вопрос. Скажу так, это скачивание, опять же, в Средневековье к тем паттернам, к тем нарративам, которые непосредственно усиливают власть внутри страны яструбов, силовиков и неадекватных людей, которые, в принципе, используют такую пропаганду, религиозный фанатизм какой-то. Хотя по-настоящему мы же понимаем, что эти люди абсолютно не являют собой представители как раз каких-то ценностно упакованных личностей. Они это просто используют для того, чтобы еще больше зазомбировать, иммобилизировать людей и направить их на смерть, на убийство. Вот и все, в принципе. Проходили уже, эта история знает, к чему приводят такие процессы. Поэтому, к сожалению, мы также должны отбивать этот весь неадекват, и он прямо ложится на нас. Вот и все. Они переигрывают якобы спецоперации, они делают эту войну уже какой-то чуть ли не священной. То есть это показывает их слабость в победе на фронтах, но в то же время они используют объективно такой трэш для того, чтобы людей перепрограммировать на то, что они хотят делать дальше. У нас есть хорошие экзорцисты. Это вооруженные силы Украины, которые расставят все по местам. Спасибо вам большое. Богдан Ференс, кандидат политических наук, эксперт-международник, был в нашем эфире.